На выставе больше 600 экспонатов от узнагородной военной формы до тексту присяги царского офицера. Клянусь великому государству-императору, ни кони не отлучаться от команды истяга, а быть верным, храбрым и посухомянным солдатом. Эту выставу промерковали одразу до двух подей – 100-годя Кассежинской революции и 875-годя Гомеля. Кап я еще раз показать, замельчане могут гонориться своей историей. До речи, до революции город был буйным гандлевым центром. Годовый оборот от продажу товаров складал около 20 миллионов золотых рублев, тады як от работы промысловых предприемств не досягал и трех. А прожатого Гомель был знакомитый чудотворными иконами, а одна из их удивила навод самих организаторов. Одна из икон здесь произошла просто чудо. После того, как ее разместили на стенде, это Николай Чудотворец, бронзовый оклад. За три дня он как бы очистился, он стал блестеть, а он до этого был темный. Здесь представлены коллекция часов большая, потому что гомельские мастера были высококлассными мастерами. Даже с Москвы, с Петербурга везли сюда сложные часы для ремонта. По основной профессии Валерий Грымашевич десавод и навод заявляется аутором больше 270 навыковых празд. Але краизнавство и коллекционование, наповно, можно уже лечить другой специальностью. Менавито гэты экспонаты, и он сбирал каля 40-х годов. Теперь за их допомогой попробовал показать духовный и материальный свет гомельчан, которые жили сто годов тому. Коллекционер Пиракананы, проставленные артефакты, выкликуясь неподробный интерес у наведывальников усих взрослых. Вот это вот все, оно просто воспитывает, очень хорошо воспитывает наших молодых. А то в интернете лазят. Не то. Не то, я и сам выключил интернет. Полазил, полазил. Не наше. Вот эта история, она очень закручивает на преданность Родине. Олег Синчуров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель».